Здравствуйте! Это программа «Дайте жалобную книгу» и я, Александр Кожухарь. Сегодня мы поговорим о возрасте выхода на пенсию, а также выясним, с какими проблемами можно столкнуться при строительстве. Небольшая пристройка площадью всего 9 квадратных метров стала причиной глобальных разногласий между соседями. Одна из сторон уверяет, расширение жилплощади выполнено на законных основаниях с необходимыми разрешающими документами. Однако, вопреки этому, вторая сторона совместно со специалистами настаивает на том, что строение возведено самовольно. Ветеран труда, почетный донор и жительница блокадного Ленинграда. Новикова Римма Николаевна демонстрирует все свои награды и благодарственные письма. С горечью рассказывая, за свою долгую и непростую жизнь пришлось преодолеть массу трудностей. Поэтому, когда в их маленькой семье возникла очередная проблема, здесь также с уверенностью решили ее преодолеть. На ближнем хуторе по улице Нефтяника в Римма Николаевна проживает уже порядка 50 лет. В небольшой двухкомнатной квартире, кроме нее, ютятся еще дочь и внучка. До сих пор, говорит женщина, жили хоть и в тесноте, зато в радости. Теперь же расширение жилплощади мировынужденное. У меня же негде тут двум семьям жить. Я в маленькой комнатушке, а они тут. Пока она маленькая была, вроде бы ничего. А теперь девочка выросла, ей тоже надо где-то жить. Это необходимость, понимаете? Это жизненная необходимость. Вот. Я не вечная. И деньги те, что у меня были накопленные, это тоже не вечное. Оформлением документов на небольшую пристройку к дому семья Новиковых занялась еще в 2012 году. Проблем никаких не возникало. Госадминистрацию в пожизненное владение выделили земельный участок с пометкой «Под строительство». Шаг за шагом женщина собирала весь необходимый пакет документов. Уже к 2014-му было разрешено проектирование. В 2015-м разработан и сам проект. Разрешение на проектирование подразумевает, что человек, имея данное разрешение, идет в любую проектную организацию, заказывает проект. После того, как проект выполнен, его нужно согласовать и утвердить. Со слов Риммы Николаевны, минувшим летом после разработки проекта она принялась за строительство в ускоренном режиме, поскольку якобы кто-то ей сказал, что сроки поджимают и пристройку необходимо возвести в ближайший месяц, иначе потом все оформленные документы не будут иметь никакой силы. А тут получается, что уже поджимает срок, месяц остался. Когда я пошла, значит, до Макалича пошла, а он говорит, Римма Николаевна, у вас, говорит, остался месяц, месяц осталось. Если я в течение этого месяца не начну строительство, значит, все заморозится у меня. В беседе она говорила, что вот мы начали строительство из-за того, что у нас вот написано, что мы в течение года должны были построить, но они немножко неправильно, значит, прочитали документ, потому что там им дан был год на проектирование, то есть самой пристройки. А само разрешение на строительство они еще не получали, то есть сроков не могло быть указано, в какое время они могли построить, потому что самого разрешения у них вообще не было на руках, и они его не оформляли. Небольшую комнатку площадью 9 квадратных метров подрядная организация построила всего за 5 дней. Однако вместо радости семья снова столкнулась с препятствиями. По жалобе соседки с верхнего этажа обследовать только что обустроенную пристройку нагрянули специалисты сразу нескольких инстанций. Результаты проверки повергли женщину в шок. И вот они решили, что, значит, я самовольно поставила, и я ущемила кого-то. Вот я же вам давала читать, когда? Ущемление. Какое ущемление? Кого я ущемила? Вот такое вот получилось у меня непонятно чего, и сама я теперь не могу ничего разобраться. Вот. Все есть, и уже построила. Прояснить ситуацию помогли специалисты Слободейской госадминистрации и Республиканской службы госнадзора. Оказалось, документы на строительство Римма Николаевна действительно оформляла. Вот только не все. Оставался последний этап. Проект необходимо было согласовать с главным архитектором района, пожарной, а также санитарной, эпидемиологической службами. Только после этих процедур можно было начинать строительно-монтажные работы. Не согласовав, проект начало ведение строительно-монтажных работ. В результате были нарушены требования СНИП, которые затрагивают интересы других жителей данного жилого дома. Кровля превышает где-то около 10-15 сантиметров уровень пола. При этом парапет кровли значительно выше, чем уровень кровли самой. Тем самым они выходят почти на уровень окна. Президентка Новикова обратилась ко мне по поводу согласования проекта, когда уже сама пристройка была строительством. То есть на какой стадии это было, неизвестно, потому что я не выезжал на место. Но с их слов они уже начали строиться, значит, начала жаловаться соседка со второго этажа. Теперь маленькая комнатушка, строительство которой обошлось женщине в приличную сумму, считается действительно самовольно построенной. Вводя в эксплуатацию этого помещения, Риме Николаевне отказали. Специалисты отмечают, на сегодняшний день в республике нет нормативно-правового акта, регулирующего ввод в эксплуатацию незаконных строений. На сегодняшний день на площадке Министерства юстиции совместно с Министерством регионального развития, Службой государственного надзора, прокуратурой республики и государственными администрациями городов и районов ведется работа над разработкой нормативно-правового акта, который предусмотрит процедуру ввода в эксплуатацию самовольных строений. И я думаю, что когда данный нормативно-правовой акт будет принят, данная гражданка сможет узаконить данное самовольное строение. Положительный исход наиболее вероятен, говорят специалисты, если соседи смежных квартир не будут выступать против незаконно возведенной комнаты. Для этого две соседки с первого и второго этажа, между которыми уже давно существует конфликт, должны заключить мировую. Ведь это в интересах обеих сторон, отмечают специалисты. Подразумевалось, что пристройка на первом этаже и пристройка на втором этаже будут взаимосвязаны. На данный момент гражданка Булякова не может осуществить свои права по строительству пристройки ко второму этажу, в связи с тем, что пристройка первого этажа превышает допустимый уровень по высоте, нарушая тем самым СНИП и нарушая тем самым ее права. К сожалению, данные две гражданки не могут найти общий язык и устранить эти недостатки. В принципе, они не катастрофические. Их можно устранить и можно решить этот вопрос. Согласно СНИПу, уровень кровли первого этажа не должен превышать уровень пола второго. В этом плане у Риммы Николаевны, говорят специалисты, явное нарушение, и его необходимо устранить. Затем согласовать пристройку с соседями, и только после этого можно попытаться узаконить строение еще одним способом – через суд. В нашу редакцию обратилась жительница села Малаешты. Практически после каждого дождя в свой огород, да и просто во двор, она может выйти лишь в резиновых сапогах. А главная причина того, что ее участок после выпадения осадков превращается в широкие разливы – недопонимание соседей, которые отказываются принимать участие в разрешении данной проблемы. Чем именно могут помочь соседи, а также что делать, если компромисс, от которого зависит общее благополучие, не будет найден, расскажет наш корреспондент. Евдокия Павленко, жительница села Малаешты, рассказывает, так как их село расположено на склонах, то каждое выпадение осадков немало доставляет хлопот его жителям. При сельных дождях вода буквально ручами стекает по участкам, прихватив за собой и недозревший урожай. Сносит, смывает, вот там с той стороны была фасоль, была и нагуты, и все, вот это вот прямо вместе с корнем. То есть она подросла немножко, а вода как идет, так она ее и смывает. Правда, к такому сценарию дождливых дней она уже привыкшая и, казалось бы, готова к очередному потопу. Но не тут-то было. Траншея, которую женщина выкопала для задержки талых и дождевых вод, не выдержала нагрузку. И вся вода вновь растеклась по ее огороду. А главная причина в том, уверена Евдокия Павленко, что ее соседка, живущая вверху при благоустройстве своего участка, поступила не совсем честно по отношению к ней. Для того, чтобы осадки не задерживались в ее дворе, она искусственно создала сток воды. До сих пор я не замечала, что соседка сделала айсбисовую трубу под цементом во дворе. Теперь я пошла в конец огорода, заметила вот эту. Не сейчас, а в прошлом году. И я на основании этой трубы скопала траншею. И все равно эта траншея ничего не дает в связи с тем, что вода, когда идет лавой, она ее засыпает, прорывает траншеи и идет сюда во двор через виноградник, смывает корни винограда и прорывает вот прямо аж под гора, аж под подвал. И обвал земли даже делает. Решить проблему, говорит женщина, можно мирным путем, если соседка пойдет на компромисс, уберет искусственно созданный сток или также по периметру своего участка выкопает водосбор для дождевых вод. Чтобы меня не затапливало вот так, не подтапливало. Эти траншеи повсюду, по всем рядам винограда, траншеи, лава идет оттуда. То есть как-то надо остановить эту воду, а остановить, значит, она должна со своей стороны тоже траншею копать. Или же пусть администрация на улице Восстания копает канал там, ставит трубы возле каждого дома, чтобы не собиралась эта вода и не шла именно не подтаплива. Я еще спасаю соседей этих нижних, потому что я поставила забор такой глухой, шиферный, а когда здесь была сетка, они не понимали, откуда вода ушла. Я сама не понимала все время, перед воротами стояла вода. Но идти на уступки соседка вовсе не спешит, говорит наша героиня. Не сдвинулась проблема с мертвой точки и после обращения Евдокия Павленко в администрацию села. По запросу женщины на место выезжала специальная комиссия. Обследовав вопрос изнутри, они также предположили, что выход из ситуации кроется в совместной борьбе с соседей со сложившейся проблемой. Была создана комиссия, поехали землемер, глава администрации, не глава администрации, представитель аппарата. Выехали на место, посмотрели обстановку и предложили гражданке Татьяне, которая проживает по улице Восстание 46, чтобы она выкопала водосбор, для того, чтобы вода не попадала на огород гражданки Павленко. Этот вопрос, это заявление еще осталось на контроле. Будем проверять, как исполнилось наше поручение. Собирается ли Татьяна выполнять рекомендации и помочь нашей героине, в случившемся нашей съемочной группе узнать так и не получилось, так как застать хозяйку дома нам не удалось. Соседка говорит, нету дома. Ну а пока проблема не решается, говорят юристы, то и сидеть сложа руки не стоит, ведь вопрос стоит не только в потоплении огорода и уничтожении посевов. В зоне риска сегодня и дом героини, и подсобное хозяйство. В связи с чем Евдокия Павленко имеет право не только обратиться в администрацию с соответствующим заявлением, но и в службу госнадзора, которая занимается в том числе и подобными вопросами. Служба госнадзора имеет право вынести предписание соседке самостоятельно осуществить определенные действия, например, сделать ливневки или какие-то иные водоответвления. В случае невыполнения данного предписания соседка будет подвергнута штрафу. В случае каких-то более, скажем так, глубоких противоречий, которые есть между ними, в случае, если и данные действия не возымеют необходимого эффекта, данная гражданка имеет право обратиться в суд и в судебном порядке требовать совершить определенные действия. Если же вопрос не разрешится мирным путем для убедительности своих слов нашей героине, необходимо сфотографировать последствия очередного потопа и уже с ними обратиться в соответствующие инстанции. Что делать, когда они отпускают на заслуженный отдых? С такой проблемой столкнулся Иван Чабан. Мужчина говорит, его трудовой стаж насчитывает 39 лет. 13 и 10 месяцев из них он проработал в Бендерском речном порту. Именно это время по закону дает ему право выйти на пенсию в 55 лет. Уже дважды ему назначали пенсию по льготному стажу. И дважды такое решение признавали ошибочным. Иван Чабан уверен, во всем виноваты несоответствующие действительности данные с места его бывшей работы, в чьи расчеты закралась ошибка. И кто в силах ее исправить, выясняла наша съемочная группа. Силуч обручи Слободейского района. Иван Чабан вспоминает, именно с этой тихой улицы когда-то начинался его неблизкий путь на работу в Бендерский речной порт. Подъем в 5 утра, чтобы уже в 8 уйти в плавание по Днестру. Сначала я работал на туристическом теплоходе «Патрия». После «Патрия» я перешел на 185-й теплоходе. Вот «Патрия». Перешел на 185-й. После 85-й я перешел на 186-й. Это комсомольский молодежный экипаж. И работал так до 90-го года. Перешел на РТ-307. Они стали в ремонте. И меня перевели на РТ-178. Матросов, мотористов. И я работал на 187-й, пока не получили теплоход РТ-217. Но у меня вот здесь уже начинается путаница. Каждый рейс в своем послужном списке он помнит в подробностях. В Бендерский речной порт Иван Чебан пришел в 1980-м с еще пахнущим типографской краской, дипломом моториста рулевого. Молодому специалисту долго скучать не пришлось. Сразу же начал работать. Наравне с бывалыми речными волками. Вниз и вверх по голубой днестровской ленте Иван Чебан, по его словам, курсировал 13 лет и 10 месяцев. До самого заката речного судоходства в нашей республике. Справка, уточняющая особый характер работы в условиях труда. Необходима для назначения досрочной трудовой пенсии, подтверждающей постоянно занятость на льготной работе. Выгодно Чебану Ивану Назаровичу, в том числе он в период работы в ЗАО «Бендерский речной порт» действительно полный рабочий день работал на судах речного флота. С 02.07.1980 года приказ номер от 02.07.1980 года по 16.05.1994, что дает ему право на назначение пенсии в связи с особыми условиями труда. За счет этого стажа вы имели право на льготную... На пенсию Иван Чебан начал собираться в канун своего 55-летия. Однако обычная в таких случаях процедура сбора необходимых данных о его трудовом стаже и характере выполненных работ к ожидаемому результату так и не привела. Я сдал все документы. Естественно, как сказали, все нормально. Я спросил, все нормально, все хватает, все нормально. Я спокойно сижу и жду. Потом пришло вот это извещение. Известили о отказе на назначении пенсии по льготному стажу. Мотивируя тем, что не хватает там 4 месяца и 7 дней до нужного льготного стажа. А вы как считаете? Я считаю, если смотреть по зарплате, по этой самой, нет. С отказного решения по делу о его пенсии, собственно, и началось, говорит Иван Чебан, его личное расследование, весьма запутанной, как выяснилось, ситуации. И дальше у меня идет. Вот отпуск без оплаты, отпуск без оплаты. Вот. Ну, внимание обратите, нету приказа. Ну, при советском власти эти отпуска, я не помню, чтобы я такие отпуска брал. Вообще не давали и не выгоняли, как говорится, вот как сейчас. Нет работы, все, иди за свой счет. При советском власти такого не было. Чтобы человеку послать за свой счет. Согласно архивным выпискам делопроизводителя Бендерского речного порта, удивляется Иван Назарович, в отпуск за свой счет он не раз успел сходить и в 85-м. Ему же этот год памятен тем, что его экипаж досрочно выполнил пятилетку, а до конца этого же года реализовали еще один план работы. Кроме того, по его словам, и без обычного-то отпуска он и его коллеги вполне могли обойтись. Мы зарабатывали за навигацию, бывало и по 45 суток это выходило, отгула по 45, и до 70 отгул. Это самое, и мне было нужды, допустим, брать за свой счет, когда у меня отгулы есть, а куда они делись, непонятно. То есть полтора месяца в среднем у вас пропала вовсе рабочие? Ну да, ну да, вот пропала вот эти... Понятно. И такая путаница продолжается? Нет, и такая путаница продолжается. Это 88-й год. Первого 0-3-го, по второго 0-3-го, и третьего 0-3-го, по четвертого 0-3-го. То есть выходит так, что я прихожу на работу, даю заявление за свой счет на один день и ухожу. На второй день опять прихожу на работе, опять даю заявление на один день и ухожу. Так, четыре дня подряд. Я прихожу в каждый день на работе, даю заявление за свой счет. Парадокс очевиден, уверен Иван Щебан, учитывая удаленность в ту пору от работы его постоянного места жительства и не самый удобный автобусный график. Документы свидетельствуют также о чехардее в штатном расписании Бендерского речного порта. Ну вот такой бред, я же говорю, вот буквально за четыре месяца я успел восемь раз переходить с одного теплохода на другого. Вы извините, один раз ты можешь перевестись, допустим, с одного теплохода в течение навигации года. На одного теплохода, на другого можешь. Но уже обратно вернуться через месяц, там или через несколько дней, и опять уйти туда-сюда, вы поймите, это никто тебя держать не будет. Скажешь, парень, уходи, не хочешь работать, уходи. Подводишь команду? Ну да, потому что там стабильно надо работать, люди идут в рейсе. Перепутаны также и транспортные названия, и порядковые номера, под которыми в разные годы и месяцы ему доводилось работать, утверждает Иван Назарович. Данные портового отдела кадров порой противоречат не только, так сказать, правде жизни, но и самим себе. Вот справка о заработной плате. Вот справка. Все, вот начиная с июля месяц и дальше 91-й год. Откуда здесь вот эти периоды неоплачиваемого отпуска, если у меня зарплата есть? Откуда у меня бралась зарплата? Я так и не понимаю. Откуда? Если, соответственно, эта справка, я не работал. Соответственно, и зарплату не мог иметь. Вполне понятному желанию мужчины восстановить справедливость в районном центре социального страхования и социальной защиты пошли навстречу и обещали провести дополнительную проверку выданных ему на руки документов. Были проверены лицевые счета, личная карточка формы Т-2, штатное расписание, приказы по личному составу. В результате проверки справки, представленные предприятием, соответствуют документам, находящимся на предприятии. Нарушений в представленных документах не выявлено. Решением комиссии по назначению пенсии вам было отказано назначение пенсии как работнику плавсостава морского и речного флота в связи с тем, что у вас нет требуемого льготного стажа работы. Подтверждено документами 12 лет, 1 месяц и 23 дня. При требуемом стаже льготной работы 12 лет и 6 месяцев. Ну, откуда они знают, что проверять? Они должны извещать меня. В крайнем случае даже спросить, что я, где я, какие вижу отклонения или неправильные записи. Если даже и была эта проверка. Посмотрели, все, все нормально, все хорошо. Все никакие изменения. А что там искать? Они что, не знают? Уже не надеясь ни на чью помощь, Иван Чабан решил на месте бывшей работы разобраться во всех хитросплетениях своего льготного трудового стажа. Однако общение с делопроизводителем речного порта ничего по его словам не прояснило. После этого она там открыла книжку, там посмотрела, говорит, вот этот АТТ, я так и ничего не понял. Говорит, да вообще некогда с тобой заниматься, у меня есть другие работы. Вытаскиваю вот это, вот тебе на. Иди разбирайся. Ты говорю, с кем разбираться? С кем хочешь? Что мне надо было делать? Иди разбирайся. А с кем я должен разбираться? Если не там на месте. Правильно? Данная ситуация является индивидуальной ситуацией, конкретным спором между работником и работодателем, и администрацией порта, где он работал. Она может быть разрешена только в судебном порядке. Я ему рекомендую обратиться в Бендерский городской суд. При этом в дело будет также привлечен орган социальной защиты. Суд, исходя из представленных документов, как самим заявителем, так и администрацией, рассмотрит данный вопрос в случае положительного исхода. Ему будет назначена пенсия. Причем пенсия может быть ему назначена с того дня, когда он обратился первоначально с заявлением о назначении пенсии. Есть ли еще надежда у Ивана Назаровича уйти на заслуженный отдых раньше его 60-летия? Мы поинтересовались у нынешнего руководства Бендерского речного порта. Иван Назарович Абан обратился буквально только вчера по данному вопросу. До этого в порт он не обращался. И не было даже поступлений из службы социальной защиты и пенсионного отдела по данному вопросу. В настоящий момент письменное заявление нами принято к рассмотрению. Архив у нас здесь есть, и поэтому будем разбираться по этому архиву. Остается надеяться, что на этот раз итог разбирательства оправдает ожидания Ивана Чебана. И начатое им самим дело о его собственной пенсии по льготному стажу вскоре можно будет считать закрытым. На сегодня это все. Мы надеемся, что наша программа помогла тем, кто к нам обратился. Сейчас на ваших экранах вы видите электронный адрес нашей программы и телефон редакции. Если вы попадете в непростую ситуацию, столкнуйтесь с безразличием или откровенным нарушением ваших прав, не молчите. Требуйте жалобную книгу. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok